Игнать Тихонич, а было вот такое, чтобы кто-то бы обращался из сектантов православия и хотели бы стать священниками. Как потом дальше у них складывалась жизнь, скажем так? Ведь понятно, что священники это непростой народ. Вот, тут все решалось, знали они про меня или нет. Он, как правило, который обращался, он говорит, я пришел в православие благодаря, и называет меня, мои беседы, где-то он был в университете, или на дому, или, ну и как-то в интернете нашел, как Андрей Куреев. Тот прямо говорит, он не боится ничего, претерпел вот. Вот такие, которые прямо везде упоминают, и ни на какие идут, но они дальше закрепляются, они учатся в семинарии, в академии, там вот как отец Геннадий Фаст, это особый случай. Он везде упоминает, как он пришел, у нас подзапись есть, и в книгах у меня есть, в книгах, открытым оком, и в аудио. Его обильно Бог благословляет, более благословленного нет у меня, вот такой, чтобы обратился в моем доме, привели его баптисты ко мне, и все. Был Геннадий Михайлович Яковлев, стал иеромонахом Григорием, и которого там, говорит он, кришнаит, или кто, батюшка покажи. Вот. Ему как-то будто бы тогда у них там был Антоний, или кто, да по-моему нет, не Антоний. Тогда был в Иркутске другой, потом он в Литву, литовский стал метрополит, какое-то такое имя забыл. Вот. Знал он или не знал тот, он бы его в армонахи не поставил. Они требуют полного отречения от меня, чтобы больше не встречались, не переписывались, не созванивались, и дальше наворачивают. И мало того, еще предупреждают, чтобы никогда больше баптистские песни не пели. А у нас их собрание, когда поют, все время и нету. Вот. То есть, тут нужно разбить этих людей на несколько категорий. Бывают иные, а страстно хотят быть. А я его убеждаю, он приходит, принимает полное крещение. У меня даже есть такие в этом, на форуме. Вот. Жена у него уже иконописец, пишет. Вот. Не хочу называть его, чтобы это... Самый нормальный человек, ребенок один есть, ну, может быть, она не от первой жены, что-то там такое мелькало. И даже, ну, приехал еще в компьютерном деле разбирается. И очень хотел стать священником. Вот один из примеров, последний. Дальше я ничего не знаю. Дальше он не участвует, нигде. Вдруг уходит, нигде его нету. Ни в моем мире, ни на форуме. Но там убрать никак наши разговоры нельзя. Наши переговоры, разговоры по скайпу, они все помещены на моем форуме. То, что я говорю, ну, если кто-то в частном порядке пожелает, я могу ему дать. Так. Не для распространения. Я просто не хочу этого человека ущемить как-то. Потому что, как бы его митрополитом-патриархом не поставили после этого. Вот. И я тогда скидываю ему отдельный материал. Материал какой-то. Ну, материал, как обычно. Где-то встречается. Или стихотворение свое. И я гляжу, он меня занес. И в моей луру в черный список. Это поверить даже невозможно. Он в Севсенто был, кажется, лет 9 на руководящей работе какой-то. Вот так. И как его потом они обихаживали. Вот такие случаи бывают. На карту весов ставится знакомство со мною. Отречение. А раз отрекается, значит, у него ничего не остается. Иной бывает так. Ну, что там, Игнатий? Вот. А ходил в университет на занятиях. И снимок остался. Снимок. Тогда видео не было. Я и так все знал. И тогда, видимо, срабатывает то, что Бог не желает лжи. Вот что до встречи со мной он знал? Он, говорит, знал. Вот это у него остается. А что на занятиях получил? Вдруг он встает, у него ничего нету. Вот один из них живет по теряевке. И он встает, у него ничего нету. Раз ты до Игнатия что знал, то ценил. Ну вот и все, ничего нету. Вот как будто бы какая-то мозговая операция прошла. Трепанация черепа. Вот такие есть. А есть такие, которые и не отрекаются, их не заставляют. И, ну, просто сохраняются хорошие отношения. Он нигде, никак. Мы посещаем его в гостях. Он, правда, сказал, я не люблю вот это вот. Снимаете, все. Я говорю, ну, это мое дело-то. Мы едем-то. Люди будут знать-то. Но когда мы обратно возвращаемся с Владивостока, заранее, что он сказал, дать знать, когда мы приедем-то. И тогда он собирает людей. Уже собрал людей, уже штативы установлены. И все. То есть, меняется как бы. Что он там, когда и где как говорил про меня, это я не знаю. А вот отец-то Геннадий, Фаст, Генрих Генрихович по-мирскому, вот, этот абсолютно точный, подчеркивает. У меня в доме сидели, какие я вопросы ставил, простой сторож. Перед глазами я на лестнице там крашу стою. Мне даже беседовать некогда было. А я, говорит, встреча такая. А я, говорит, стою с банкой краски. Он, говорит, спустится, краску-то макнет, поднимается выше и отвечает на вопросы. Это вот как два полюса. Вот тот, который сейчас, ну, ясное дело, еще бы ради он меня заносил в черный список-то. Это ошибки никакой нету. Но это, ясное дело, предательство. Будет у людей неблагодарный, Павел перечисляет. Этот человек смело может быть записан в эту графу. И его там, он из кожи вылупаться будет, но доказать, что он не сектант, никогда не сможет. Никогда. Это тоже правило. Чем, я не знаю. Отца Геннадия никто не назовет. Даже самые враги против меня вот поднимались, когда их тут буря-то была. Буря, говорит, в стакане. И никто не называет там сектантом или как-то. Ну, отец Геннадия, это другое дело. Какие книги вышли о православии. Где он бывает, там ездит, говорили. Сейчас в Абакане служит Хакасия Константина и Елены храм. Там как раз вот Тинникова Катерина, которая что-то потянула католикам в эту благотворительную или какую-то миссионерскую организацию, я ей сказал, у нас твоих хватает, зачем к ним лезть? У них скрытно все и лживо. Я не конкретных людей, а вообще у меня две статьи. Учеловек-убийство и ложь Ватикана и гордость папства. К истину православия там. Ну, тут вопрос стоит о священстве, которое хотели. О которое просто обратились, ну, и живут, принимают крещение. Вот таких совершенно нормально все. Они выписывают книги, выписывают мои книги. То есть покупают, я им посылаю. И дальше хорошие отношения, ну, все как по-человечески. Вот так на которые священники лезут, они его биографию узнают. Дальше, видимо, выходят на меня, а им тут сразу мощи в рот, им сразу монашеством по лбу. И они тут, ой-ой-ой-ой, да через кого ты пришел, да что ты, что ты, да не знайся, какой тут священник, тебя православным никто не будет считать. Ему надо тетиться, отрекаться, замазывать. И поэтому он доказывает теперь этим, что он занес меня в черный список, он будет, может быть, и козырять там. И может это ему поможет стать попом. То есть никаким. Он рта не раскроет в виде беззакония поповской. Нигде. То есть он будет питаться вот этим, то, что сейчас есть. И до самой смерти за ним это будет волочить, то, что ты сектант. И он рта не раскроет, нигде не защищая истину, ничего. Этих людей мне очень жаль. Вот такое. То есть неоднозначно, но я показываю полюсы. Вот отец Геннадий Фаст и этот, которого убили Якова, этот Григорий-то. У нас с ним отношения были очень натянутые. Почему? Ему плохо было в Тобольске, там, где он служил. Отец таким уехал. И он меня зовет к себе, его утешать. Ну как я брошу все? Я при деле, я не могу поехать. И вот это вот то, что я не приехал, и еще один священник такой же был. Это их ставят сразу в другую сторону. А, я изнемогал, а вы ко мне не приехали. Ну я приехал. Здравствуй, дорогой. Здравствуй. Дальше что? Что я тебе буду рассказывать? Литература на руках у тебя. Считай Игнатия Брещанинова. Кафана Затворника, Святых Отцов. Я не могу помочь тебе ничем. Я молюсь. Помощь моя известна. И у меня этого человека, панического, просто он. Вот. И сохранились письма. Тем более, когда он жаловался на меня, Тамаре и Ане. Тамара Умнова. Вот. И Анна. Вот он, я Задесса. Вот это тоже так. Хотя, после смерти, отец Геннадий говорил, более последовательного вашего чада, или, как он назвал, говорит, не было. Может быть и так. Может. Но, вот как есть. Я люблю самые простые отношения. Вот. Приехал. Приняли тебя. Ты, гляжу, не туда уклонился. Я тебя за дверь выстоял. И на этом все. Если ты или меняешься, или до свидания. Так было? Скажи, да или нет. Да. Да, так. Ты не обижался? Да, от тебя обижался. Все. Помогло тебе выйти из того состояния? Помогло. Вот так. Ну, это, я просто знаю, что нам ломаться некогда. И я вот ей говорю, она не слушает. Я ее заново опять начинаю. Ну, научилась хоть покрышку с кастрюли снимать. Вон она крестится. Идет. Соберяется. Варенье второй день пошел на 53-й год, да? Да. Вот так. Хорошо, что осталось. Коля, ну-ка ближе иди сюда. Маленько подвинься. Хорошо тебе здесь? Да. Тебя любят здесь? Или нет? Любят. Любят. А как тебя любят? Подходят тебе с яблоками, с вермишелью. Духовные. Как любят-то? Ты прибегаешь ко мне, просишь шарика погулять. Я даю тебе? Да. Даю. Дальше. Здесь занятия у тебя идут. Надежда Васильевна занимается с тобой? Да. Ну, вот и все. После обеда. Все же тебе доверил. Самое ценное, побежать и принести вещь. Я не успел обернуться, он уже дома. Он быстро бегает. А ты пришел туда, что сказал им? Чтобы они диск дали. А они дали? Да. А кто дал, мужчина был, женщина? Мужчина. О, вообще. Вот так. Когда вас было здесь летом много, я часто куда-то удалялся. Что-то мы делали там на прудах. А сейчас я почти все время дома. И у нас с тобой никаких конфликтов нету. Хотя были, правда? Да. Было из-за всего. Из-за стола, из-за туалета, где только не было. А сейчас все идет как надо. Ты принял наставление, да? За столом сидели. А она узнала. А вот уже среда, никаких дождей нету. Вот если Господь благословит, через два дня у меня грейдер придет, дорогу откроем здесь. Надо будет пойти, может, после обеда с совковыми лопатами и маленько заровнять. Сильно удавил этот. А кто на сентябрь-то просился к вам? Отказал я. Отказали? Отказал, говорю. А у них с отпуском не получилось, они еще сдвинули. Я говорю, нет. Мне тут уже никак. И непогода, и уборка. Встречать не могу. Отложите на следующий год и с ребенком приедете. Тимошина мама в итоге. Тимофей у нас был, помнишь? Да я помню. А вы говорили, юрист какой-то звонил. Юрист звонил. Ага. Вот юриста звонил Сергей Игнатов, угледар, кажется, или какой-то там шеф. Вот. Он, у него тоже что-то с отпуском, но только в сентябре. А мы уезжаем. Я его хочу оставить здесь. Сейчас пошел и спросил у барабашей, нужен вам работник, нужен. Я его оставлю здесь. Тут у нас захватят 26-го, что ли. Никак нельзя, говорит, было. Ну, раз нельзя, ну, сейчас. Он юрист, какие-то дела, может, начито были, надо было закончить. То есть он 26-го приедет, августа. С сентября. Да, с сентября. 26-го сентября, да. Через месяц, да. Полтора месяца осталось. Ну, вот так вот. Такой мой ответ. Все, пошли на работу. Опа. Опа. Так, на ходу я. Продолжение следует...